Все дороги ведут в Чинду. Один из крупнейших городов юго-запада Китая превращается в главный железнодорожный хаб страны и всей Азии. Десятки маршрутов связали основные торговые порты двух континентов. Доставка поездами экономит время и снижает издержки, поэтому транзитом через Чинду все чаще интересуются логисты международных корпораций. На крупнейшие сортировочные станции Китая побывали наши корреспонденты. Город Чинду, район Цинбайзян. Здесь находится крупнейшая в Азии станция железнодорожных контейнерных перевозок. Еще три года назад за пределами Китая о ней мало кто слышал. Сейчас Цинбайзян – одно из важнейших связующих звеньев между Европой и Азией. В 2013-м здесь запустили международный маршрут грузоперевоза к Чинду, Европа. Почти 10 тысяч километров через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу. Спрос на перевозки по этому маршруту изначально был довольно высоким, так что проблем с комплектацией составов не было. Напротив, если в 2014-м году мы отправили 48 поездов, то в 2015-м уже больше 100. Сейчас составы из Чинду в Европу и обратно курсируют каждый день. Бурное развитие железнодорожной сети в Чинду объясняется тем, что город находится в точке пересечения двух масштабных программ развития. Во-первых, это экономический поезд шелкового пути, призванный связать Китай, Центральную Азию и Европу передовой транспортной инфраструктурой, и тем самым подстегнуть развитие торговых связей. Во-вторых, Чинду входит в программу строительства экономического пояса вдоль реки Янзи, цель которой стимулирует развитие центральных и западных регионов Китая. Благодаря этому в город пришли серьёзные инвестиции. В ближайшие годы его значение для мировой торговли будет только расти. Мы создадим новую систему логистики. Сейчас конечный пункт маршрута Чинду Европы расположен в польском городе Кутно. В наших планах превратить его в один из крупнейших железнодорожных центров Европейского Союза, связать его со столицами стран Западной, Центральной и Восточной Европы. Так мы сможем гарантировать доставку китайских товаров из Кутно в любую точку Евросоюза максимум за три дня. В 2015 году из Чинду в Польшу перевезли около 4000 контейнеров. Стоимость доставленных этим маршрутом товаров превысила миллиард долларов. Цифра значительная, но в общем объеме товарооборота между Китаем и Европой – это капля в море. Потенциал грузоперевозок из Чинду только начинает раскрываться. Это лишь самое начало. В конце 2016 года мы запустили северную линию, маршрут из Чинду в Москву. Прорабатываем и южное направление. Его конечным пунктом будет Стамбул или Баку. Так что Чинду станет важным железнодорожным узлом, связывающим Китай с Японией, Республикой Корея и странами Европейского Союза. Преимущество доставки товаров через Чинду оценили и бизнесмены. Железнодорожный маршрут экономит время и снижает издержки. Весь путь занимает 10 дней, в три раза быстрее, чем по морю. К тому же стоимость доставки поездом в четыре раза меньше, чем самолетом. Неудивительно, что десятки компаний с мировым именем сделали Чинду центральным звеном своей логистики. В их числе технологические гиганты Lenovo, TCL, Philips и Dell, а также китайский филиал службы доставки DHL. По сравнению с морскими перевозками поезд экономит нам 22 дня. В итоге мы можем доставлять товары в Европу быстрее и дешевле. Это важное конкурентное преимущество. Чтобы выстроить максимально эффективную систему логистики, мы решили построить телевизионный завод прямо в Чинду. Но не логистика единой. Чинду увеличивает свой международный вес, развивая контакты с европейскими и азиатскими странами. Так в городе созданы совместные инновационные технопарки с Республикой Корея, Германией и Францией. Кроме того, центральное правительство объявило о скором открытии в Чинду зоны свободной торговли. После открытия зоны свободной торговли мы ожидаем прорыва в сфере параллельного импорта автомобилей. Уже сейчас поставками авто в Чинду заинтересовались в BMW. Наверняка вскоре присоединятся и другие бренды. Загрузка железнодорожных путей существенно вырастет. В 2017 году в Чинду планируют принимать и отправлять Европу по три состава в день. Это существенно ускорит развитие торговых и производственных связей Китая со странами вдоль пояса и пути. И там, где тысячу лет назад ходили караваны, теперь курсируют скоростные поезда. Ани Си 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 Ти Ви.